Местным царем или князем был Василий Павлович. Жена первого лица республики Виктория Федоровна сделала цеховиков главным источником денег и бриллиантов. И больше всех привечала Атари Лазешвили, который раз в месяц приводил к ней ювелира, который радовал алчную первую леди новым украшением. Для нее, конечно, бесплатно. Все гениальное просто. Атари Лазешвили стал миллионером, наладив производство авосик. Сначала у него был один небольшой нелегальный цех, потом он стал расширяться, а через пару лет у Атари был уже целый подпольный синдикат. Складывались до маленького размера и убирались в кошелек. За грузинскими авоськами в Тбилиси слетались барыги со всего Советского Союза. Свои миллионы цеховики в то время делали часто именно на полезных безделушках. Атари Лазешвили был, конечно, талантливым бизнесменом. Тонко чувствовал конъюнктуру рынка. Что пойдет, почем, что хорошо для Кавказа, а что с руками оторвут в Москве. Имея три подпольные фабрики, он еще отлично руководил огромной, совершенно официальной. Личное состояние советского олигарха Атари Лазешвили поражало воображение. Две огромных дачи дворца с бассейнами, что по тем временам было чем-то немыслимым. Коллекция дорогих автомобилей, огромные запасы золота и валюты. На шашлыки к нему собиралась вся тбилисская знать. Это был настоящий король теневого бизнеса, который добился полного слияния с властью. Он был крупным очень бизнесменом. Упругов Мжаванадзе. И в его поле зрения сразу же попадает самый одиозный и богатый грузинский цеховик Атари Лазешвили. Викторию Федоровну Лазешвили купил за бриллианты. А вот главу республики раз и навсегда сразил подарком, который он, как выразился, сделал всему грузинскому народу. В 1964 году Атари Лазешвили привел тбилисская «Динамо» к титулу чемпиона Советского Союза, бросив на содержание команды огромные личные средства. Каждую победу тбилисского «Динамо» Атари Лазешвили отмечал с размахом в ресторане. Счет был минимум тысяча рублей. Всегда приглашал за шикарный стол отличившихся футболистов. Платил из своего кармана нападающим по 100 рублей за гол на матче в Советском Союзе и по 500 на международном. И первым в Советском Союзе внедрил понятие «трансфер», заполучив очень нужного игрока из московского торпеда. Нападающий торпеда Вячеслав Метервелли не смог отказаться от щедрого на грузинский трон. Первым делом он лично допрашивает главного цеховика республики Атари Лазешвили. Начал Шеварнадзе с вопроса о подаренном жене Мжаванадзе Персне. Потом перешел на бизнес Атари и добил его тем, что органам известно, что Лазешвили еще торгует оружием. Это вообще по советским меркам это жуть какая-то просто. Ну я имею ввиду в качестве обвинения. Ладно там подпольный цех, ну что такое подпольный цех, смешно. У нас полгрузии там подпольный цех, а вот оружие, огнестрельные, да еще праве дают куда-то, каким преступным группировкам. Это серьезное обвинение. Вернувшись после разговора с Шеварнадзе домой, Лазешвили начинает сборы в Москву. В глубине души напуганного насмерть богача еще брежет надежда. Он знаком с генеральным прокурором Советского Союза и сможет договориться с ним, чтобы тот унял Шеварнадзе. Положив в коробку 10 миллионов рублей, Лазешвили выходит из своего роскошного дома, садится в ожидающую его машину и едет в аэропорт. Он приехал к генеральному прокурору, а он понял, что надо спасаться. Каким образом спасаться? Надо ехать в Москву, значит, и договариваться. Но Лазешвили не успел поговорить с генеральным прокурором и предложить ему самую крупную в истории Советского Союза взятку. Во время ареста он повторял, что происходит ошибка, о которой вы пожалеете. Но голос его уже звучал просто жалко. На следующий день во время допроса он попросил себе ручку и начал писать признание, которое еле уместилось на 10 страницах. И только это помогло избежать ему расстрела. Главного грузинского миллионера отправили за решетку на 15 лет. В конечном итоге, не досидев 15 лет, он сошел с ума. Он вернулся от Тбилиси, он там ходил по улице в неприглядном виде. Он там ходил по улице в неприятностной. Продолжение следует...